Я говорил всегда, что Дзюба это зависимый игрок, и игрок штрафной площадки, то есть он там должен находиться. Чтобы Дзюба что-то серьезное показывал, да, и результативность, да, нужно ему квалифицированный мяч доставлять, раз. Вот такой доставки мяча не было, и там вообще проблемы были в организации игры очень серьезные у «Спартака». Они практически за всю игру опасных моментов-то и не создали там стопроцентно голевых, да. Вот это раз. Во-вторых, вы знаете, да, что там сейчас Дзюба контракт не может подписать, контракт у него закончился. И там, а когда игрок не о футболе думает, а о подписании контракта, да, и что-то не сходится, и тем более негативно идет, это так или иначе сказывается на игре. Вот. Ну и самое главное, что значит, вы говорите, агрессия, и как Якин к этому отнесется. Ну, во-первых, нужно знать, какое Якин давал задание. Вот. Но в первую очередь, я считаю, что там претензии нужно проявлять в первую очередь в средней линии, которая сыграла очень слабо. Скажите, отсутствие Глушакова, наверное, это очень сильно сказалось именно на организации игры, на сцепке вот такой между линиями у «Спартака». Ну, меня как раз статовый состав удивил, почему там Глушакова не было, и самое главное, Яковлев, крайний защитник, это, конечно, нечто. Я думаю, у них достаточно ресурса было для того, чтобы заменить Камбарова, но только не Яковлев. Кстати, первый гол из-под Яковлева был забит. Во-первых, почему он против Елохина оказался, да, и он очень слабо головой играет в штрафной площадке. Поэтому здесь вот по этой позиции очень много вопросов. Однозначно, это не самый лучший вариант, и быстрее всего это ошибка тенниска. Ну, в общем, «Спартаков» бы мяча забили практически с линии вратарской, головой там внесли в ворота, наверное, классная команда не должна такого допускать, наверное. Ну, когда со стандартов забивает, я говорил, что, всегда говорю, что стандарты не связаны с структурой игры. При стандарте нужно только внимание и концентрация, и все, а остальное, и занятие правильной позиции. Все остальное, если это не делается, здесь это грубые ошибки, и, как правило, голы залетают после этого, потому что со стандартов там ничего не разыгрывается, там все стандартно, скажем так. Поэтому это и называется стандартное положение, там никакой динамики нету, там только идет подача и все. И нужно правильно просто позиции занимать, если это не делается, а «Спартак» постоянно со стандартов пропускает, значит, уже здесь к тренеру есть претензии, в первую очередь. А у тренера должны быть претензии к игрокам, почему они так по стандартам играют. По-моему, совершенно справедливо пишет нам Бизон из Москвы о том, что при такой системе, по которой сейчас чемпионат проводится, осень-весна, решающие матчи играются в мае, а не в ноябре. И это принципиально, потому что там хорошие поля. Это правильно, но опять же все зависит от календаря. Ты видел у нас, какой календарь? У нас шесть игр могут сразу на выезде. Как это вообще допустимо? Это раз. Во-вторых, Фулсенко знаешь, что в свое время говорил? Он говорит, мы переходим на систему осень-весну, и тем самым мы даем сигнал, знак, как он там выразился, я уже не помню, для того, чтобы инфраструктуру стоило. Правильно, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да? Да. Ну вот тогда Фулсенко надо выгнать, и пускай в декабре и в январе играет. А ты сколько стадион строится? Ты знаешь? Смотря какой стадион. Да, уже пять лет, конечно, с учетом того, что они воруют еще, понимаешь, в чем дело. А и что? И пять лет люди будут мучаться, и болельщики, что ли, будут мучаться? Слышишь, до такого додуматься и такое сказать. Вообще, нормальные умные люди в нормальной стране, да, сначала инфраструктуру строят, а потом играют. А у нас начинают играть для того, чтобы инфраструктуру строить. Ты знаешь, до такого... Ну дальше я не буду говорить, дальше идет мат только, понимаешь? Потому что больше слов в русском языке нету, чтобы вот такие заявления оценивать и комментировать как-то. А за работой Валерия Карпина в Испании вы следите? Не, ну это смешно. Человек там поехал, заваливает эту мальюрку, там сейчас выиграл игру вторую. Здесь такой шум, как будто он чемпионат мира выиграл. И причем все за этим следят. Такое событие здесь. Я в чем спросил? Нам пишут люди и интересуются. Я не слежу и не собираюсь. Я здесь... То, что он творил здесь в Спартаке без тренерского диплома, это... Он в большей степени шоумен, вот как это он все преподносит, да, допускай там... Ну, у него задача была малюрку вывести в Ля Лигу, да, как она у них там называется, да. А сейчас он ее будет спасать, чтобы она из этой лиги, в которой они играют, не вылетела. Там же разговора никакого уже не стоит после вот этих первых турах. Там уже... И его бы уже намного нагнали, если бы там неустойку они могли бы заплатить. Слушайте, ну зато весело 4-6-3-3-4-1. Ну, пускай веселит, он здесь тоже веселил публику. Я тебе говорю, он шоумен, но футбол-то это же не шоу. Шоу в футболе, это знаешь что? Можешь сказать? Шоу в футболе? Ну, это когда победа и чтобы много забитых мячей. Шоу в футболе? Что такое шоу? Шоу известен сценарий от начала до конца. А, ну это договорняк тогда. Да, ну вот, вижу, я тебе наводящие вопросы задавал. Ну, я сразу не понял, да. А то многие здесь называют, что футбол это шоу. И спецы даже, представляете? Как бы то ни было, Карпин это единственный российский тренер, который практикует в серьезной футбольной стране за рубежом. Да ладно, он не российский, он эстонский. Ты посмотри его гражданство. Нашел он российского тренера. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова